Еще один момент. Тоже мы с вами с года в год это говорим, но люди постоянно спрашивают же. Известно, но это целая отдельная тема, даже в моей книге «Все о мусульманском посте» и на умма.ру можно прямо целую тему по мисваку «Можно ли чистить зубы во время поста? Мисвак». Здесь просто коротко Бухари приводит в этой теме, в общей. . Мы упоминаем от посланника Божьего. . «Он чистил зубы мисваком, являясь при этом соблюдающим пост». Но на этот счет есть несколько хадисов достоверных. Что посланник Божий чистил зубы мисваком утром, вечером, днем, неважно. И причем даже. . Ибн Омар, то есть дальше идет. . Ибн Омар говорит, посланник Божий чистил и в начале дня мисваком, и в конце дня. Но при этом он просто не глотал. То есть, когда ты чистишь мисваком, накапливается здесь вкус мисвака. Его надо сплюнуть. Его глотать не нужно. Но потом вкус мисвака остается, он так и остается. Дальше уже плеваться не надо. То есть взять ту же самую сегодняшнюю щетку, чуть-чуть пасты – это тот же самый мисвак. То есть чуть вкус. Прочистить зубы – все. Сплюнул – выплюнул. Мисвак, кто пробовал, он не просто. Причем здесь говорится тоже пояснение. Не важно, сухой, свежий и так далее, у него очевидным образом выраженный вкус у мисвака. Он и отбеливает, и дезинфицирует, и имеет четкий вкус. Четкий вкус. Посланник Божий на протяжении всего дня поста чистил зубы. Но почему люди это понять не могут? Это достовернейшие хадисы. Когда говорят, что вот там от мусульман воняет еще что-то там, потому что они пост соблюдают. Ни от кого не воняет. Во-первых, если от кого-то воняет, то он сам там просто не то, что не чистит зубы, он не лечит зубы, у него зубы гниют. Либо там не используют нить, ирригатор и так далее. Поэтому здесь нужно понимать, что приятный запах изо рта постящегося, упоминаемый в другом хадисе, подразумевает просто-напросто запах того человека, который долго не ел. Он не является каким-то неприятным, этот запах. Неприятным не является. А запах гнилых зубов, да, он неприятен. Или запах микробов, скопившихся на языке, он неприятен. Эти микробы можно просто чистой щеткой взять, просто обычной щеткой. Счистить эти микробы с языка и запаха не будет. Посланник Божий чистил мисваком. А мисвак заменяет что? И щетку, и пасту. Потому что он выраженный вкус имеет. Единственное, что он при этом не глотал. Если в обычных ситуациях мог и проглотить, в пост он просто вот это вот накопившееся, как мы обычно чистим зубы, накопилось. Мы же сплювываем несколько раз. Здесь то же самое, то, что накопилось после чистки мисвака. Сплювывал. Ибн Сирин, тоже ученейший, один из ученейших богословов мусульманских. Опять же, Бухари приводит его слова. . То есть абсолютно никаких вопросов нет, если мисвак будет свежим. И даже если, здесь говорит, даже если кто-то скажет, что у мисвака есть вкус, он продолжает . У воды тоже есть вкус, но ты ведь полоскаешь рот. То есть полоскание рта, оно абсолютно никаких вопросов не имеет. Единственное, что упоминается, это глубоко вот так вот не полоскать рот. В общем, полоскание – никаких проблем. Вот тем самым, это как раз в начале стоят разные цитаты, которые имам аль-Бухари поставил в теме, который назвал, что именно мыться для постящегося. То есть он говорит, что можно. То есть даже если пробовать еду можно, чистить зубами свака можно во время поста. Ничто это не нарушает. А, кстати, здесь еще, вот это кухль. . Есть такое понятие, но мы обычно не пользуемся. Сурьма для глаз. Сурьма. Здесь тоже Бухари это поставил. То есть Анас ибн Малик, Аль-Хасан Басри, Ибрахим, наверное, Аль-Нахаи. То есть известнейший исподвижник и ученые первых поколений сказали о том, что никаких вопросов нет касательно кухля. Кухль – это сурьма для подкрашивания глаз. Ну, это женщины так подкрашивают. Сама сурьма, когда натурально, она полезна для глаз, говорят, я как бы не использую. Если мужчина помажет, это будет страшно выглядеть. Да, в наше время. Может, раньше это нормально воспринималось, да, когда это было как-то. В наше время это будет страшно выглядеть. Суть, когда люди спрашивают, можно ли капать в глаза. Вот сурьма вам, пожалуйста, что капли в глаз, да, если человеку необходимость такая, ну, медицинская необходимость есть, капать в глаза. Да не нарушает это пост, не на ресницы мажется, если вы не знаете. Она мажется именно вот на кожу под ресницами. То есть так, чтобы кожа, вот та кожа, которая соприкасается с самим глазом. То есть она прямо не на ресницы мажется, нет, как женщины мажут, а именно вот на эту кожу, которая чуть-чуть там кожа, соприкасающаяся с самим глазом. Сурьма мажется именно туда. Вот в этом ее лечебный эффект. Но, опять же, посоветуйтесь со специалистом. А то сейчас намажьте там что-нибудь. То есть сурьма тем самым попадает в глаз, нужно понимать. То есть глаз в любом случае будет как бы чуть-чуть слезиться, она попадает в сам глаз. И здесь, поэтому Бухари здесь это и поставил, что это никак не влияет на действительность соблюдения поста. Но еще ладно Бухари. Я взял специально с собой Фатху-ль-Бари. Фатху-ль-Бари – это 15, основной 15 томник. Но иногда бывает 17 томов, в соответствии с того, какое издание. Основной 15 томник – это имам Аскаляни сделал подробный комментарий к своду хадисов Мама аль-Бухари. Классная книга. На самом деле просто вот… Ну, у некоторых ученых бывает очень тяжело читать. Они запутают, запутают, закрутят и так далее. Это, как сегодняшние некоторые переводчики, там, подстрочные всякими вещами. Но некоторые ученые, вот, читаешь просто, завораживает настолько вот грамотно. Он просто-напросто, его задачей Аскаляни было раскрыть, разъяснить, расписать больше. То есть он взял мнение Бухари, мнение ученых, в общем, он не брал. Он брал только хадисы. Но там, где нужно было, он ставил мнение сподвижников и мнение ученых первых поколений, самых авторитетных ученых первых поколений. Это Бухари сам сделал, то, что мы с вами сегодня процитировали. Что все-таки мыться можно или нельзя в море, в душе, в ванной? Пост не нарушается? Нет. Отлично. Надеюсь, поняли. То есть специально Бухари это сделал, но Аскаляни еще больше это раскрыл. Аскаляни раскрывал, то есть Аскаляни в 15 томов что раскрыл? Он раскрыл все то, что потом уже ханафиты, шафиты, ханбалиты, маленькиты. То есть они как раз первые поколения после Пророка появились постепенно мазхабы. А было намного больше мазхабов, но некоторые оказались неактуальны. Они сами собой отошли. Почему? Было больше, чем четыре мазхаба. Куда остальные ушли? Неслабые. Просто варианты сунны уместились в эти четыре мазхаба. Они вобрали в себя всю сунду. И в чем-то большем уже надобности не было. Время. 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 Редактор субтитров А.Семкин